Девушки отдыхают Я была маленькой девчонкой, но была уже помолвлена с Чирэмэдэ. В те времена еще детьми нарекали с мужем и женой. А жили мы все вместе на берегу большого озера Улуроэ-Мэй. Впрочем, это вам не интересно. Лучше послушайте легенду, которая живет в наших краях с давних времен. Кто самый сильный в этом мире? Ярха, разве не ты самый сильный в этом мире? Нет, отвечает лед. Сильнее меня солнце. Оно может растопить меня. Ярпе, говорят, что ты сильнее всех. Нет, отвечает солнце. Туча сильнее. Она может заслонить меня. Сукундава, неужели ты сильнее всех? Нет, отвечает туча. Ветер сильнее. Он может развеять меня. Илья, это правда, что ты сильнее всех? Сильнее меня дерево, отвечает ветер. Я могу разбиться об него. Выходит, Саал, ты сильнее всех. Нет, отвечает дерево. Сильнее всех человек. Бабушка Тымкуль потеряла зрение в детстве. Но цвета она помнит хорошо. В бескрайних просторах между реками Индигирка и Колымой жили удивительные люди. Они радовались, когда толстый слой снега покрывал тундру. И с грустью провожали его весной. Ученые эту народность называют юкагиры. Юка. В переводе с тунгусского значит ледяной, снежный. Это были люди снегов, юкагиры. Почему нас называют юкагирами? Что это за слово? Мы вадулы. И в паспорте у меня записано. Вадул. Никакие мы не юкагиры. Мы вадулы. Итак, вадулы. Они жили вокруг озер. И было их 11 родов. По вадульскому верованию, родовой очаг был связан с образом женщины-матери. Одежда, сшитая руками матери, защищала человека не только от холода, но и от злых духов. Хотя обычай запрещал повторные связи, соединение родственных линий, все 11 родов перепалились неимоверно сложными узами. И по этому жениху найти свободную линию было делом трудным и запутанным. И вадулы в разное время и в разных местах породнились с якутами, эбенами, чукчами и русскими. И жили они в мире и согласии со своей совестью и соплеменниками в гармонии с природой. Игорь, Игорь, Игорь! Игорь, Игорь! Игорь, Игорь, Игорь! Игорь, Игорь! Игорь, 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 Игорь! В начале лета водолы собирались в одном месте. Затевали игры, танцевали и пели песни. Бабушка Тинкуля говорит, что теперь мало кто из молодых знает эти танцы и песни. Травы, звери, птицы, реки, озера, скалы поступают в этих песнях в образе человека и имеют свои имена. А сейчас у Адулов другие имена. Николай, Егор, Иван, Семен. Раньше по имени можно было запомнить человека. Потому что она давалась в соответствии с привычками, походкой, манерой говорить, характером. ПЕСНЯ Они служат также строительным материалом при сооружении яранги. Мясо идет на приготовление пищи. Но основным продуктом питания остается рыба. Свежие, вяленые и мороженые. Вяленые и мороженые. Как и у всех северных народов, традиционным средством передвижения у вадулов остаются собачьи и олени-упряжки. Субтитры подогнал «Симон» Пузатенький мой олененок, бедненький, ступил на холодный снег маленькими копытами. Пузатенький мой олененок, бедненький. Плохо в тундре без матери. Давай поищем вместе. Пузатенький мой олененок, бедненький. Пузатенький мой олененок, бедненький. Пузатенький мой олененок, бедненький. Нетрудно прогнать волка или другого какого зверя. Трудно справиться с болезнью, унесшей многих и многих вадулов. Но бабушка почему-то поведала мне еще одну легенду. Как будто был огромный сундук с драгоценностями. И этот сундук большой шаман наказал никогда не открывать. То была чума, вспыхнувшая в этих краях в середине девятнадцатого века. Девятнадцатого века. С 57-го года, как нас переселили в поселок Кондрушкино, мы вообще исчезли. Далее в паспортах стали писать, что мы не юкагиры, а вены. Прошла сплостная вот эта, как говорится, хотели когда-то делать большой советский народ. Всех насильно превратили в якутами или венами. Такая шла политика, что с этой политикой я столкнулся уже в третьем классе, когда вот председатель всех советов. Он тоже был когда-то юкагир, но стал, в общем, ярым эвеном. Ну, я его знал, как Эвена. И вот он мне говорит, как, ты какой национальности, говорит. И я к ним заходил, потому что, ну, столовался у них, когда учился. Так спрашивает, какой ты национальности. Я говорю, Яуду, это само название, юкагир. Он тут и по ушам там дергает, и там по голове. Эх, дурак, говорит, такой народности нету. И все. Я так, когда у них, как это делать? Мать говорит, ты юкагир? Они говорят, что будто у юкагира такого нету, вообще нет. Очень трудно все это переносить, когда ты знаешь язык, и говоришь, поешь на этом языке, и говорят, что тебя не существует, твоей народности. Субтитры создавал DimaTorzok В 60-е и 70-е годы нашего века началось великое переселение народов севера. По указу сверху, их увозили за сотни верст в незнакомые рабочие поселки. Лишенные родной природы и привычного труда, люди слонялись без дела, потому что прекрасный охотник и оленевод в этих поселках мог быть только кочегаром или посудомойкой. Это породило весь набор социальных бедствий. Безработицу, алкоголизм, наркоманию и самоубийство. Как говорит ненецкая писательница Анна Неркачья, одной из причин гибели северян это жестокое убийство оленя. Люди в олене перестали видеть своего брата по жизни. Олень стал служить животу. Вот представьте, большая народность была, юкагиры. Они заселяли всю территорию Якутии, до Урала, до Сибири. Жили юкагиры, язычные народы. Поэтому сейчас вонадели их-то разные. И вдруг вот эта одна группа совсем без земли осталась. Вот это, как это так? Вроде бы, и даже вот это, первопроходцы писали, на индивиде, вот юкагирские землицы, где, мол, это государю, что богато сополями, рыбой, белорубь, и тому прочее. Но юкагиры первым начали платить яссар. И потом трое, казалось, и их нету? И их нету. И земли их нету, и чего нету. Вот мы хотим это как-то уже сделать так, чтобы наши дети, внуки говорили, вот гордились, вот когда переселим сюда, вот все-таки есть наша земля. Художник-вадул Николай Николаевич Курилов говорит, старейшины долго беседовали и выразили горячее желание вернуться в родные места Лабуна-Мадену. Не зря они держат за поселком всю житейскую утварь. Мы согласны на любую административно-географическую единицу, будь то резервация, заповедник или этнокультурный центр. Но власти, как местные, так и центральные, затягивают решение этого вопроса. Газета «Чарль-Люту» с прошлого года, вот сейчас девянастый номер. Если перевестись в Киевское, это «Рассвет». Ну, у нас называется, там внизу написано, «Ваду на руках Немер-Лю», то есть «Письмо». Выпускается благодаря помощи предприятий, у которых есть множительный аппарат. Первый номер на обыкновенной машинке, остальное на множительном. Я основной, как составитель, Татрианин, редактор. Мы выпускаем 70 экземпляров, вот, и распространяем, значит, Вандручкина, там, 300 штук, Колумбская, 15, и Якушка, значит, штук 7-4, вот так. Из того экземпляра, который мы посылаем, Вандручкина, 30, оттуда, значит, хотя бы 5 штук посылать Верхониколомску и Якушку. Остальная сель наша, так как мы планируем вернуться в свои заброшенные земли, по Якушку, это с древних времен, с давних времен, называлось Лабун Медену. Братья Гавриил и Николай Куриловы тратят немало сил по возрождению национального самосознания вадулов. И этот первый букварь на языке вадулов тоже является плодом их отчаянных усилий. Букварь напечатан всего в нескольких экземплярах, да и то фотографическим способом. Понятно, да? Если дома говорили, мы все время говорим, чтобы родители тоже говорили. А дома на каком языке? На русском, на якутском, не только не в якутском. На русском и якутском основном. разговаривают все. Вот у меня дома тоже так. На якутском основном и на русском. В рабочих поселках созданы интернаты. И кажется, все в них хорошо. Но отрыв детей от родителей и родных мест и погружение в чужую языковую стихию не способствует формированию ни характера, ни национального достоинства. и в результате, по мнению психологов, в них развивается комплекс неполноценности и второсортности. Я вернусь к тебе, мама. обязательно вернусь. Обязательно вернусь. Я помню ласку твою, доброту безмерную. Я помню слезы твои и улыбку помню. Я вернусь к тебе, мама. Обязательно вернусь. вернусь. ПЕСНЯ 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 На северо-востоке Якутии, на территории площадью свыше двух миллионов гектаров, сейчас кочуют около двухсот пятидесяти водулов, жаждущих вернуться на свою древнюю землю Лабун-Мадену. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ